Поля аула Жаушкум в плачевном состоянии, они под властью саранчи. Впрочем, сейчас насекомое облюбовало и деревья. В борьбе с саранчой дихкани оказались бессильны. Надежды людей, ждавших помощи от Акимата, рухнули под напором крылатого вредителя. Никого здесь нет. Ни техники, ни лекарств, ни сотрудников Акимата. Никого. Они даже поля не обрабатывали. Люди сами приносят химикаты и по полю рассыпают. Жгут покрышки и семьями с детьми и жёнами гоняют саранчу руками. По словам жителей, чиновники стараются держаться подальше от сёл. Особенно с тех пор, как поля оказались во власти саранчи. Как рассказали дихкани, ответственные люди всё ещё ищут очаги саранчи. Тем временем бахчевые уже погибли, говорят, еле сдерживая слёзы люди. У нас около 500 гектаров бахчи. Здесь четыре учреждения занимаются саранчой. Первое – прогнозисты. Они прогнозируют, где появится саранча. Второе – те, кто распыляют лекарства. Третье – те, кто выиграл тендер. И четвёртый – Акимат. Они должны контролировать. Они не контролируют. Но у госслужащих иное мнение. Они посчитали необходимым обработать лишь 4750 гектаров из 13750. Сейчас уже обработаны 2000 гектаров. К сожалению, начать обработку раньше не позволяли погодные условия, говорят специалисты. Сначала непривычно тёплая зима, а затем обильные дожди. У нас около 10 гектаров земли пришли в негодность. Определить урон, нанесённый дихканом, непросто, потому что у них у кого-то одно поле, у кого-то два. Каждое хозяйство считает свои убытки. Тем временем с криком о помощи обращаются ко всем дихканью от Ирарского района. Сейчас Шимкент, Ардабасинский район, Саранчи, Тучи, Огороды, Бахчи, недалеко посёлок Каражантах. Дали телефон местного Акимата. Звонок не проходит. Люди бегают на полях, гоняют саранчу. Правда, чуть позже пользователь сообщил, что ветер согнал саранчу на соседние поля и пожелал помощи Всевышнего всем дихканам. Видимо, только на него и остаётся ему повать. Коль скоро чиновники, по словам пострадавших дихкан, упустили момент, когда можно было погубить заразу в её зародыше. Продолжение следует...